Как говорится, пока снег не выпадет, мужик не переобуется. С первым снегом многие автолюбители отправились в сервис менять резину. И не зря. До конца недели синоптики прогнозируют еще снегопады, перепады температур от нуля до минуса и, как следствие, гололедицу на дорогах. Поменять колеса в сервисе – дело 10 минут. Если попадешь на шустрого монтажника, уложишься за 7. Но времени все равно нужно много, рассказывает ответственный водитель и наш корреспондент Марианна Мирная. Как только выпадает первый снег, первые заморозки, прохладно становится и покрывается легким льдом дорога, я все-таки предпочитаю переобуться, хоть это и отнимает время, нужно постоять в очереди. Зато потом, скорее всего, не придется стоять при ДТП в ожидании дорожных инспекторов. Чем холоднее на улице, тем горячее работа в сервисах. Каждый день Иван Исаков переобывает десятки машин. Начинается где-то в середине октября, они тянутся где-то в начало января, они заканчивают уже переобуваться. Резина хоть и зимняя, но ставить ее на машину лучше осенью, советует ГИБДД. Чем ближе к зиме, тем хуже видимость и сцепление с дорогой. С ноября вырастает число аварий, в том числе с участием пешеходов. Только за один день в регионе произошло 120 ДТП. Под удар попали именно непереобутые машины. Закон запрещает ездить на летних шинах в зимние месяцы. Сюда же относится шипованная, но облысевшая резина. Наказание от штрафа до запрета пользоваться машиной, пока не переобуешься. Тормозной путь в разы увеличивается при передвижении в такую погоду. Зимняя резина, она предназначена для этого периода, именно для выпадения снежных осадков, именно гололедицы. И позволяет транспортному средству остановиться вовремя. Жесткого требования, когда переобуваться, нет. Зависит от погоды здесь и сейчас, и от региона. В северных частях начинают менять шины раньше, чем на юге. Специалисты советуют внимательно следить за прогнозом погоды и прислушиваться к советам госавтоинспекции. Олеся Корецкая, Марианна Мирная, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.